Всем привет! Сегодня сравним по звуку две портативные колонки Sony SR-SXB33 и Anker Soundcore Motion Plus. Разница в стоимости между этими двумя колонками почти в два раза. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сделали новую светомузыку. Также пассивные излучатели вынесли по бокам. Теперь колонка у нас похожа чем-то на JBLCH R4. Ну, чем-чем? Пассивным излучателем. Чем же она еще похожа? Также, наконец-таки, нам дали зарядку через порт USB Type-C. Заглушку смог открыть? Так, отлично. Заряжается теперь через USB Type-C. И самое главное, наконец-таки, эта колонка у нас по снижению заряда аккумулятора не выключает звук на 50%. Она продолжает звучать на той громкости, которую вы задали до конца. Единственное, прежде чем она разрядится, она где-то за час, за полтора начинает вам говорить о том, что у нее разряжен аккумулятор и просит зарядиться. Стоимость у этой колонки 12 тысяч рублей. Стоимость не маленькая. Совсем не маленькая. С другой стороны у нас колонка Anker Soundcore Motion Plus. Эта модель удивила нас в 2019 году. За невысокую стоимость в районе 6 тысяч рублей эта колонка у нас встала по звучанию на одну ступеньку с колонкой JBLCH R4. И на данный момент, как вы знаете, эту колонку можно купить даже еще дешевле, если воспользоваться какими-нибудь промоходами или акциями на сайте Алиэкспресс. Но лично я вам скажу, что она стоит 6 тысяч рублей и 7 тысяч рублей она стоит. Поэтому, если вы хотите приобрести эту колонку, то не обязательно дождаться этой акции. Поверьте, по звучанию она очень хороша и отлично держится среди таких динозавров рынка, как JBL и Sony. Сегодня мы с вами попробуем сравнить звук при разнице в стоимости в два раза. Особенно будет интересно сравнение звука именно в том режиме, в котором они идут с завода, то есть из коробки. Вы, как покупатель, достали колонку, не умеете настраивать эквалайзер или не хотите настраивать эквалайзер и хотите просто узнать, как же будут звучать эти колонки тогда, когда вы их приобрели. Поэтому сегодня будет звучание здесь в режиме Extra Bass, а в этой колонке Motion Plus у нас будет включена Base Up функция. То есть на обеих колонках функция усиления низких частот будет активирована. Именно такой режим у нас идет из коробки в этих двух колонках. Ну и попробуем послушать и попробуем узнать, есть ли смысл переплачивать в два раза больше за колонку Sony от известного бренда или же малоизвестный Anker нам тоже может что-то интересное дать. Будем слушать, будем сравнивать. А в конце видео будут небольшие комментарии по тому, что же мы с вами услышали. Единственное рекомендую, если вы хотите услышать более-менее приближенный звук, что дают эти колонки, то обязательно наденьте наушники. А также вам скажу еще на будущее. У нас будет сравнение, когда мы с вами настроим эквавайзер и на одной, и на другой колонке. И там еще очень-очень много интересного и очень много сюрпризов. Так что вперед, слушаем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Мы с вами прослушали две колонки. Я напоминаю, что на обеих колонках был включен режим усиления низких частот. И как вы заметили, громкость была на колонке Anker Soundcore Motion Plus 75%, а вот на колонке Sony было выставлено 90%. И на этом уровне колонки звучат приблизительно одинаково. Но в записи вы слышали, что колонка Anker все же громче. Это вызвано тем, что микрофон больше записывает звука именно в средней частоте, чем в низких частотах. И поэтому такая запись у меня получается. Я надеюсь, в будущем я смогу все же найти хороший микрофон, который сможет выхватывать более равноценно весь диапазон звука. Но пока что так. Поэтому я добавляю своим комментарием, что звучание у обеих колонок было приблизительно одинаково. Только колонка Sony чуть больше звучит по громкости в низкой частоте, которую мой микрофон не захватил, к сожалению. И сразу скажу, что общая громкость, то есть максимальный уровень на колонке Sony чуть-чуть тише, чем на колонке Anker. То есть Anker у нас все же громче. Это странно, это удивительно, при том, что она меньшего размера. Но что есть, то и говорю. И теперь еще скажу про одну особенность у колонки Sony. Как вы заметили, сперва было выставлено 90% громкости, а потом вдруг стало 85%. Так вот, я эту громкость не понижал. Колонка самопроизвольно периодически понижает громкость на одно деление. Отчего это? Как это объяснить? Какая периодичность? Я не знаю. Просто это иногда происходит, иногда не происходит. Если среди вас есть владельцы колонок Sony вот этого нового поколения, напишите пожалуйста в комментариях, у вас также замечали ли вы, что колонка самопроизвольно понижает громкость? Или же это только у меня случается? Я пока что не могу объяснить этот факт, но иногда это происходит. И наконец попробуем подвести итог по разнице звука между этими колонками. На мой взгляд колонки звучат достаточно схоже и обе колонки звучат прям хорошо. Отличается лишь характер. Колонка Sony звучит более спокойно и более мягко. В то время как колонка Anker звучит более собрано, более детально и она такая более резкая в своем звучании. Поэтому найдутся любители кому нравится звук от Sony и кому понравится больше колонка Anker. При реальном прослушивании на некоторых композициях звучит более интересно колонка Anker, а в некоторых композициях приятнее Sony. И также скажу, что в некоторых композициях не хватает какого-то объема по низким частотам у колонки Anker. И в противовес, на некоторых композициях колонка Sony звучит откровенно спокойно и сухо, когда хотелось бы получить какой-то больше динамики. Но она этого не выдает. Из-за того, что звучит более спокойно. Поэтому есть плюсы звучания как у одной колонки, так и у другой колонки. Поэтому мое восприятие такое. Вас же прошу, напишите в комментариях, как вы считаете, понравилась ли вам новая колонка, не понравилась. Что считаете вы по этому поводу. Ну, а я вам скажу, что в будущем мы с вами еще настроим эквалайзер на обеих колонках. И там будет еще много о чем поговорить. Там будет действительно интересно. Поэтому прощаюсь с вами. До новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok